Всем привет, меня зовут Дарья Биллер, добро пожаловать на мой канал. Как вы уже наверное догадались из названия, это видео посвящено бьюти лайфхакам. Если вам интересно, то продолжайте смотреть, а мы начинаем. И с помощью первого лайфхака мы сделаем очень простой и надейственный скраб для лица. Нам понадобится любая пенка для умывания и обычный сахар. Я просто добавляю на ладошку небольшое количество продукта и сверху посыпаю сахаром. Все это хорошенько перемешиваю и получившуюся массу наношу на лицо. Никогда не думала, что скрабировать лицо с сахаром будет настолько приятным. Кожа хорошо очищена и проскрабирована. После такого скраба тональное средство ложится просто замечательно. Второй лайфхак. Для второго лайфхака нам понадобится какая-нибудь мягкая пушистая кисточка и тени подходящие нам по цвету волос. Я набираю нужный мне оттенок и прохожусь по краевой линии роста волос. С помощью такого лайфхака можно убрать какие-то пробелы и проплешины. Особенно хорошо он подойдет, когда нужно завязать хвост. Лайфхак номер три заключается в использовании вилки для контуринга лица. Нам понадобится обычная вилка, чистая естественно, и какой-нибудь кремовый контуринг светлого и темного оттенка. И как показано на видео, я с помощью кисточки темного контуринга и вилки рисую вот такие вот полосы. А в серединку добавляю светлый корректор. В дополнение ко всему этому я рисую небольшую полосочку для создания некой курносости. Пушистой кисточкой я все это хорошенько распределяю и тушую. В результате получился довольно-таки неплохой контуринг носа. А для следующего лайфхака нам понадобится пудра и тушь. Я использую свою любимую бесцветную пудру от Люкс Визаж. Пушистой кисточкой так хорошенечко набираю продукт и наношу на реснички. Это нужно для того, чтобы ресницы после нанесения туши стали еще более длинными и объемными. Также не забываю про нижние реснички. И затем мы переходим к туши. Я использую тушь от Белиты с вот такой вот пушистой щеточкой. Поверх пудры наношу тушь. Реснички получаются более длинными и объемными, нежели как я наношу тушь обычно. То же самое и для второго глаза. Также наношу пудру на ресницы. Верхние и нижние. И сверху покрываю тушью. Только посмотрите, какие длинные и объемные реснички у нас получились. И наконец последний пятый лайфхак. Он заключается в использовании любого бальзама либо маселка для губ не по назначению. Нет, ну конечно мы можем нанести его на губки, чтобы они были увлажненными. Но также мы можем использовать подобное маселка для кутикулы. Например, если у вас нет под рукой или вообще какого-то маселка для кутикулы, любой бальзам легко его заменит. Я наношу небольшое количество маселка на пальчики и хорошенько его распределяю. В результате у нас красивый и нежный маникюр. А на этом все. Это были пять, как мне кажется, очень полезных и крутых лайфхаков. Всем спасибо за просмотр. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok